Как всегда, приветствую вас на канале Бабушка из Америки. Вдохновение. Состояние душевного подъема, сильной увлеченности, воодушевления. Это книжно-славянское слово от глагола «вдохнуть». С помощью вдохновения мы создаем изобилие в мыслях, затем изобилие в действиях, а действия создают изобилие в нашей жизни. Как же получать это вдохновение, где его искать? Существует очень много способов. Для меня это насмотренность. Я получила в подарок годовую подписку на журнал «Веранда». Журнал о декоре. Много статей разных. Сад, дом. Я вдохновляюсь. Раньше я выписывала мой уютный дом. А теперь веранда. Откуда же черпать вдохновение? Где брать силы? Многие профессии так или иначе связаны с творчеством. А вдохновение требует постоянной подпитки. Оно может пропасть. А вот работа не будет сделана. Поэтому очень важно, как его не потерять, а наоборот приумножить. Вот несколько советов. Вдохновляйтесь работами других людей. Для меня это журнал, программы. На ютюбе я смотрю очень часто канал «Квитэссенция» и очень многие каналы по дизайну и искусству. Записывайте идеи, если они появились у вас. Очень хорошо, когда вы нашли эти идеи, в бабочку соберите, даже на рабочем столе в компьютере и всегда потом коснетесь. Прекрасные идеи, где можно их черпать. Это сайт «Пинтерест». Огромное количество разных идей. Составляйте списки, структурируйте их по дизайну дома, каким-то работам, каким-то вещам, которые вас интересуют. Декор сада, декор стола, сервировка стола. Найдите свои места, где вас посещает вдохновение. Может это тихий дом или парк рядом с дома. А может это шумный торговый центр или яркий мегаполис. У каждого есть свои места, где подписывается ваше вдохновение. Не пытайтесь быть идеальными для других. И не ожидайте положительной оценки от всех. Всем и не может нравиться все. Мы все разные и у всех разные вкусы. Это самое прекрасное. Позволяйте себе делать ошибки. Можно сделать или переделать. Сотрудничайте с музеями, театрами, журналами. Во многих магазинах, где можно покупать предметы для рукоделия, есть специальный менеджер, который поможет вам что-то выбрать. Или пригласит вас в группу. А может быть даже съемки в журнале. Творческом. Насмотренность посещение театра и музеев дает возможность для развития творчества и вдохновения. Я обожаю смотреть эти журналы. Сколько великолепных идей. А какие цвета необыкновенные. А умение составить интерьер из современных и антикварных предметов. Это же еще и искусство. А в журналах Веранда очень часто бывают очень интересные статьи. Посмотрите, какие шикарные ткани. Это же художники по тканям тоже создают такие необыкновенные рисунки фантазийные. А здесь совет, как устроить пати, праздник в саду. На фоне горды Димаших. Прекрасный сад или маленькая веранда. В журнале сад. Гарден. Тоже огромное количество разных примеров, как сделать его красивым. Даже маленький сад можно сделать красивым. Как правильно высадить растение. И мы сейчас увлеклись гордензией. Вот тоже думаем, как красиво их высадить. Чтобы было можно наблюдать весь теплый сезон. А это прекрасная статья о саде Мажорель. Французский художник купил сад Маракеши. И здесь развил. Это финиковая пальма. Посадил в великолепнейший сад. И построил дом. И покрасил его в необыкновенный изумительный синий цвет. Он так и называется сейчас. Цвет Мажорель. Затем его купил в Сен-Лоран. И провел там большое время. Почти до самой смерти. Восстановил этот сад. И у него там хранится его коллекция большая. И в этом доме сейчас находится музей исламского искусства. Какие великолепные интерьеры. Одно удовольствие. Ну вот. Сезон скоро новый. Заканчивается осенний сезон. Мы носители цвета. И можно уже составлять идеи для следующего сезона. Помните, я вам говорила. Составьте список дел на зимний период. К Рождеству. С 1 декабря уже начинается после праздника Сенс Кивина. Дня Благодарения. А это знаменитый американский нью-йоркский дизайнер. Алекс Папакристидис. Грек. Родился в Нью-Йорке. А мама его с самого раннего детства. Водила по музеям, театрам, выставкам, паркам. И он очень популярный. Создал очень много разных дизайнерских оформлений. Его считают королем ситца. Он фанат сервировки стола. У него огромная коллекция посуды, столовая, белья. Здесь о нем большая статья. Посмотрите, обожаю такие композиции. Как идей. Не обязательно все повторять. Можно сделать по-своему. Шикарные кисти. Вот Крисмас. И живые цветы тоже пойдут для декора. А это на зимней веранде можно устроить пати. Шикарные сейчас очень модные. Огромные композиции из живых и искусственных цветов. Шикарные изумрудные кресла. Цветы. Здесь и розы. А это уже магия минимализма. Стеклянная елочка украшена стеклянными игрушками. Помните, я делала видео, как мы были Крисмас. Круглый год большой у нас магазин, где всегда можно попасть в Рождество. Вот такая изумительная возможность подпитывать свое вдохновение. Такой же чудесный подарок я получила. Пишите свои комментарии, где вы черпаете свое вдохновение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.